Состоялось очередное заседание законодательной палаты Лимашлиса. Рассмотрен солидный пакет законопроектов. За полемикой парламентариев следила Лилия Боратова. Перед началом очередного пленарного заседания с участием депутатов Нижней палаты парламента проходит теперь уже привычная проверка связи. Ведь многие фракции и выступающие участвуют онлайн. Парламентарии по статейно вместо запланированных рассмотрели 16 проектов закона. Один был снят путем общего голосования. В том числе дискуссия развернулась во время обсуждения документа. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием правовых основ порядка усыновления. Здесь прозвучали те моменты, что имеют ли право усыновлять, удочерять детей ранее осужденные. А какие осужденные? По каким статьям они сейчас сидят? Где они находятся? И когда они будут воспитывать этих детей? Примет ли это общество их воспитание? Примет ли сам ребенок? Имеем сейчас в виду, с какого возраста их усыновлять или удочерять? То есть вот эти моменты были сегодня обсуждены. Наше общество готово создавать те условия, как и осужденным матерям и отцам, так и реальным родителям, которые на сегодняшний день имеют вот эту проблему для совершенствования своей семьи. На заседании также отмечалось, что проект ограничивает право на усыновление лиц, которые не имели постоянного дохода в течение одного года до усыновления, или чья ежемесячная заработная плата меньше минимальной, а также лиц с заболеваниями, препятствующими усыновлению, в списке усыновителей и на основании перечня Министерства здравоохранения. Помимо прочего, рассмотрели и проект закона о присоединении Республики Узбекистан к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам. Наряду с этими и другими обсуждался в первом чтении проект закона об утверждении жилищного кодекса Республики Узбекистан. Данный проект состоит из 138 статей. При первоначальном его внесении было 141 статья. Из них комитетом были рассмотрены статьи, которые они исключили. То есть, думаю, что надо будет эти статьи вернуть, усовершенствовать и принять. К примеру, я могу сказать, что были исключены такие статьи, как о строительстве, сносе, управлении жилищным фондом. Надо совершенствовать. Конечно, не могу сказать, что все сферы можно в этом отношении усовершенствовать. Но основные этапы совершенствования в этом кодексе освещены. Кроме этого, был рассмотрен проект закона о внесении изменений и дополнений в земельный кодекс Республики Узбекистан с совершенствованием порядка отвода и использования земельных участков. Принятие закона проекта позволит еще больше улучшить земельные отношения в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и градостроительства, оптимизации права на земельный участок, обеспечивать открытость и прозрачность предоставления земельных участков, благодаря чему уменьшится коррупция, также перестанет работать механизм принятия решения о выделении земли единолично. На заседании законопроект был принят в первом чтении.